Здравствуйте, друзья! Нарисуем с вами такого милого, замечательного котенка. Нам потребуется простой карандаш и восковые мелки, и лист бумаги формата А4. Набросаем, наметим голову нашего котенка. Ну, вот так примерно он повернул. Чуть-чуть на бок наклонил головку. Тельце у него похоже на грушу. Вот так две лапки. Другие лапки задние не видно. Вот здесь у него будет красивая грудка, хвостик. Самое главное, конечно, глаза. Вот так проведем примерно линию, потом ее сотрем посредине лица. И вот так вот один глазик сделаем, и другой глазик. Постараемся, чтобы они были одинаковые. Вот здесь носик, и вот так мордочка. Одно ушко, оно так в движении, он его слегка наклонил. И второе ушко. Вот теперь я сейчас эту вспомогательную линию сотру. Карандаш не будем весь стирать, потому что мы все равно будем обводить черным. Сейчас делаем зрачки ему. Вот здесь у нас будут глазки, зрачки черненькие, а вот здесь будут белые блики. Начинаем с самого светлого цвета. Вы можете рисовать любым цветом. Я решила нашего котенка сделать таким светленьким, миленьким. Это я сдуваю крошечки от ластика. Я даже вот здесь розовенького добавлю ему, вот сюда, на челочку между глазками. Очень приятно рисовать. Очень-очень. Такого милого котенка. Он немножко похож на котенка из мультика «Кто сказал мяу?». Закрашиваем все вокруг желтым цветом. А вот нижнюю часть мордочки, да, закрашиваем. Я вот захотела розовеньким. А кто-то, может, захочет оранжевеньким. И давайте постепенно смешаем цвета. Розовый перейдет вот сюда на желтый. Да, а желтый перейдет на розовый вниз, вот сюда, да. А вот щечки я бы захотела сделать оранжевым цветом. Вот эти вот щечки поярче. Здесь можно вот таким же розовым сделать. Можно даже щечки подкраснить чуть-чуть. Правда, хорошее слово «подкраснить», «подбелить» есть такое слово. Оно не совсем литературное, но в разговорном языке допускается. Ушки у котенка тоже желтые. Вот эти внутренние части ушек я хочу сделать оранжевым. Глазки ярко-ярко-голубые. А кто-то захочет, может быть, ярко-ярко-зеленые глазки сделать. Чёрным пока цвет не берю. Но я вот, мне захотелось, а пусть он у нас будет немножко сказочный, котёнок. Мне почему-то захотелось ему грудку сделать голубую. Старайтесь брать не больше пяти цветов, иначе будет очень пёстро. Ну, давайте голубую, а внутри пусть она даже будет розовенькая чуть-чуть. Восковыми мелками рисовать очень приятно. Здесь я, котёночка, решила сделать пятнистым. Где-то у нас пока вот держим жёлтый мелок. Делаем в нескольких местах жёлтые пятнышки. То же самое на хвостике. Ну, например, вот здесь. Потом берём оранжевый мелок и так же сделаем оранжевые пятнышки. Например, здесь. Ну, например, вот здесь. Ну, например, вот здесь. Ну, вот здесь, например, на хвостике, да? Где ещё? Ну, вот здесь можно сделать. Теперь берём розовый мелок, делаем розовые пятнышки. То есть мы употребляем все цвета, которые были на головке. Можно даже немножко красненьких пятнышек ввести. Да? Лапки мне ему захотелось сделать синенькие. У нас синий цвет тоже был. Почётче вот здесь делаю. Ну, вот здесь, может быть, чуть-чуть синенького добавлю. И хвостик. Теперь я беру чёрный. Закрашиваю глазки, зрачки. Помню, да, что мы оставили место вот для такого беленького блика. Вот для белого пятнышка наверху мы оставили место. Обводим глазки. Они так лучше видны. Делаем носик, кружочек. Маленький овальчик. Щёчки. Ставим на щёчках точечки. И рисуем вот такие вот усики. Наверху у котика тоже есть такие, типа ресничек или усики. Они нужны для осязания. И обведём. Вот прям такой зубчатой линией, как будто это мех нашего котёнка. Пушистый. Вот здесь кончики ушек можно подчернить. Это внутренность. Не кончики, а внутренность. Ну, давайте вот так вот. Обводим и обводим. Стараемся рукой на чёрный цвет не попадать. Потому что размазывается. Обведём грудку. Обведём туловище. Кто хочет, может сплошной линией обводить. Обведём лапки. Вот здесь делаем пальчики ему. И обведём хвостик. Наш котёнок очень нарядный. Он где-то сидит. Давайте сделаем ему половичок, коврик, где он сидит, и стеночку. Ребят, я подумала, что наш котёнок как солнышко всех радует. И я решила фон делать, как будто от котёнка лучики расходятся. На чёрный цвет не заезжаем. Так. Ну, например, вот так. Так. Ну, например, вот так. Я вот так имею в виду, какие цвета мы берём. Ну, возьмём оранжевый. Лучки уже немножко вниз пошли от котёнка. Возьмём голубой. Можно вот здесь добавить чуть-чуть голубого. Ну, вот здесь можно. Да, прям вот эти движения, как лучики у солнышка расходятся. Я бы вот здесь красненького добавила. Можно вот по жёлтому, по этому. По оранжевому, по голубому. По жёлтому пропустить. Вот так у нас лучики расходятся. Да, вот здесь пропущено немножко. Теперь сделаем коврик. А коврик я бы сделала в полосочку. Тоже очень красиво. Вот так я делаю. Так. Полосочка. Потом, например, синенькая полосочка. Потом, например, оранжевая полосочка. Потом, например, жёлтенькая полосочка. Потом, может быть, красненькая полосочка. Потом опять розовая полосочка, потом опять голубая полосочка. Подправлю немножко розы оранжевенькой, подправлю немножко красненькой. Голубой получше сделаем. Вот здесь у нас все-таки не хватило. Вот такой замечательный котенок у нас получился. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...